В Волгоградском дворце спорта состоялся важный матч еврокубкового турнира по баскетболу, главными действующими лицами которого стали клубы «Красный Октябрь» и «Хапоэль» из Израиля. С приходом в команду Волгограда немецкого специалиста Дирка Бауэрмана, игровой рисунок красного явно изменился в сторону улучшения. И это позволило ему в последних матчах как российского, так и международного уровней набрать очень нужные и важные очки. Позитивную роль в этом сыграло и возвращение в команду любимца местной баскетбольной торсиды Рэнди Калпеппера. Правда, забегая вперед, следует заметить, что в отчетном матче Галеодор Заводчан постоянно пребывал в условиях жесткой персональной опеки и всех своих качеств показать ему просто не дали. Зато здорово проявили себя все остальные. Одним словом, на площадке был единый коллектив, чего раньше так остро не хватало. И более двух тысяч зрителей, пришедших на игру, увидели и убедились в этом. И это при том, что первые две четверти встречи остались за гостями. На большой перерыв команды отправились при минимальном преимуществе израильтян 38-37. А вот дальше хозяева площадки взяли бразды правления происходящего на площадке в свои руки. Неточность дальних бросков красный нивелировал четкими действиями в обороне. Если у красно-белых не пошли дальние броски, то проходы под кольцо регулярно завершались успехом. Концовку игры подопечные Бауэрмана провели на ура. И даже ожесточенное сопротивление Хапуэля, пытавшегося спасти игру, не помешало красному октябрю одержать верх 69-67. Это означает, что столевары закрепились в зоне, позволяющей продолжать борьбу в евро-турнире. А вот баскетболисты Израиля таковые шансы утратили окончательно и бесповоротно. У нас сегодня не очень получалось с попаданиями с игры. Если посмотреть статистику, то можно увидеть, что из 27 трехочковых бросков точными были только 4. Сегодня нам удалось победить за счет хорошей игры в обороне. В этом плане могу отметить Лигинса и Комиссарова. Последнюю неделю мы играли здорово, одержали три победы, но тем не менее нам предстоит еще очень много работать.